Болткома представляет Я Илья Логутенко И до нашей встречи на концерте группы Муми Тролль в арена Рига 12 ноября Две недели Пиратские копии 12 ноября Большой концерт Презентация нового альбома группы Муми Тролль Пиратские копии Билеты в торговых местах Билишу сервис Добрый день уважаемые радиослушатели Начинаю работу в прямом эфире И как вы знаете начался такой В какой-то степени наверное исторический процесс Связанный с либерализацией рынка газа И на последнем Ну теперь уже на предпоследнем пленарном заседании Сейма Соответствующие поправки в закон Об энергетике были одобрены С пламенной речью выступал Ивар Залинч Депутат Сейма Который работает в комиссии по народному хозяйству Я думаю что многие помнят Что в свое время руководил регулятор общественных услуг И он фактически указал на те слабые места Вот именно в этих поправках В законной энергетике Которые ну фактически вот эти места Не отвечают интересам жителей Латвии Потребителям Хотя я так понимаю что в любом случае Ивар наверное сегодня у нас в гостях Как я уже сказал Ивар Залинч В любом случае наверное Остановить этот процесс Распила как многие считают Латвия с газа уже не удастся Да но тут Во первых всем добрый день Тут надо разделить две вещи То есть Сам этот факт Рынка либерализации Который для нас неизбежен И при определенных условиях Нам и выгоден Он может быть нам выгоден Неизбежен это в принципе Потому что есть требования Брюсселя Да именно то что мы Когда вступаю в Евросоюз Мы брались на себя Определенные обязательства В том числе В том числе и создание Этого единого энергетического рынка Который если он будет правильно создан И если с нашей стороны Все домашние работы Будут сделаны правильно То и латвийский потребитель Может остаться в выигрыше Но это при условии Если все будет сделано правильно И вот мы тут подходим К второй части этого вопроса Это насчет того Как же это все делается И о том о чем была моя речь На что я объективно указал Что тот вариант исполнения Как же мы будем либерализировать Или правильнее сказать Закончим либерализацию рынка Газового рынка Он явно не самый успешный И выгодный для латвийского потребителя Я не знаю Как мы делаем Может быть сначала стоит Объяснить вообще Почему эта либерализация нужна И что она может дать А потом уже говорить о том Как она делается у нас Чтобы было более понятнее Нашим случаям Насколько я понимаю Так что простым языком говоря Основная цель Или основной метод Этой либерализации Это отделить Транспортировку и хранение От доставки Конечным потребителям Ну не совсем Может быть я тогда о принципах Чтобы всем было понятно Понятно что это такое Почему это вообще Европа затеяла И какой же смысл этому И где может быть благи Значит экономическая мысль Дошла до того Поняла что самое лучшее Что работает В потребительском обществе Чтобы потребитель лучше всего был Ублажен Это конкуренция То есть надо смотреть как можно Где мы можем Дать возможности Участвовать в конкуренции Чтобы там ее и создавать И долгое время Считалось что вот такие Отрасли как энергетика Телекоммуникация И так далее Что там Конкуренция невозможна Потому что там есть Естественный монополий То есть чтобы поставлять Электричество Вам нужны провода Чтобы поставлять газ Вам нужны трубы И так далее И ясно что никто Не будет делать Там для одного потребителя Несколько Несколько инфраструктур Это будет экономически Несообразно Но Тогда созрела мысль Понимание о том Что можно быть Разделить весь этот бизнес На две части Отделить Естественную То есть ту часть Которая является Естественным монополием То есть инфраструктуру От той части Где может быть конкуренция Это производство И Торговля То есть И это Основной смысл Вот Этого всего Реструктуризации Сейчас Наших монополий То что было сделано С Латвинарго Не совсем Тоже опять Правильно И не совсем Успешно И сейчас будет делаться С Латвии С газа И тут вот Начинают появляться Сами такие интересные вещи Которые На которые стоит Обратить внимание И задаваться вопросами То есть Если мы следуем Дальше этому принципу Если мы действительно Хотим здесь Чтобы был Реальный и эффективно Работающий рынок Значит Нам первое Надо отделить Инфраструктуру От торговли То есть Естественной монополии Что предлагает Министерство экономики Она тоже предлагает Разделить Латвии с газа Но разделить Латвии с газа Очень таким Своебразным Образом То есть Не разделить Так как я говорю По этому принципу Отделить инфраструктуру То есть Естественной монополии От торговли А переделить Инфраструктуру Напополам Одна часть Будет Это Парвода Ну Да Фактически Доставка Это большие Да Перевозка Там значит Инфраструктура Латвии с газа Состоит Относительно Можно сказать Из трех Трех частей Это Большие трубы Парвода Как это будет Осветление Такие Большие трубы Это называется Парвода Потом Есть Инчуканское Подземное Газохранилище И потом Есть Дальше Система распределения Система распределения Да Которая Дальше Поставляет Этот газ Уже до потребителя То есть Там мы можем Говорить так Газопровод Вот эти вот Большие Будем так Называть Газопровод Распределение И хранилище И вот сейчас Хотят все это Распилить И сейчас Почему-то Хотят сделать так Что почему-то Чтобы разделить Это на Условно говоря Напополам Одна часть Будет Трубы И хранилище Другой Часть будет Распределение И торговля Вопрос Зачем Надо Вместо Одного Монополия Сейчас Создавать Два Монополия Где Один Монополий Все еще Будет иметь Возможность Тоже и торговаться То есть Контролировать Как будто И инфраструктуру И торговлю И тогда Где же Выгода Для Латвийского Потребителя Эти вопросы Четко Расписывая По пунктам Я задал Министерство Экономики Чтобы Мне как депутату Дали ответы Министерство Экономики Все еще Не смогло Дать Ответа Где же Будет Выгода Для Латвийского Потребителя Вместо этого Пошли Как всегда Такие Популистические Чтобы не отвечать По сути То что я сейчас Слышу Риторику В масс-медиа Что мол Я являюсь Защитником И другом Монополиста Хотя На самом-то деле Я Вообще Мне такой мысли С моей стороны Не было Но то что Я указал Что я вижу Что эта схема Выгодна Не для Латвийского Потребителя А для Кого-то Который хочет Купить Наиболее Выгодную Часть Стратегически Важную Часть Латвии С газа То есть Транзитные Трубы И Газохранилища Которые Дальше Отделяя От нее Ту инфраструктуру Которая Важна Только Для Латвийского Ринка То есть Распределение И дальше Торговлю Оставляя Тоже Вместе С распределением Это Одна Часть Если Это Не так Я Если Это Не так Что Это Делается Выгоду Латвийскому Потребителю То Я полагаю Тогда В Министерстве Экономики Должен Был Быть Какой Расчеты Обоснования Почему Именно Так Надо Делить Потому Что Если Мы Делим Так Как Это Предлагает Сейчас Министерство Экономики То Это Все Замедлит Весь Этот Процесс Либерализации Ринка И Сделает Его Более Сложным И Более Дорогим Изначально Это Будут Расходы Этих Монополиев Чтобы Создать Паралельные Систем Управления Айты Распределения Стоит Дополнительные Деньги Кто Будет За это Платить Сначала Заплатит Монополии А потом Это Все Вложит В Свой Тариф Потому Что Они Монополии И Их Услуги Будут Определяться Экономически Обоснованными Растратами Которые Понесли В этом Процессе Чтобы Это Все Сделать И Это Будут Обоснованные Затраты Потому Что Это От Них Затребовало Сама Государство И В конце Концов Что Получается То Вместо Того Чтобы Чтобы Сделать Логическое Разделение Латвии Из Газ Так Как Это Предусматривает Принципы Евро Законодательства Евросоюза Которые Довольно Доходчиво И Действительно Там Я не знаю Как Надо Это Все Читать Чтобы Не Понять Что По Сути Хотят Хочет Европа Сделать То Есть И В этом Случае Самое Быстрое Самое Простое Было Не Создавать Два Монополия Которые Дальше Будут Уже Надо Будет Им Определять Тут Что Можно Понять Похоже Что Очень Многие Даже Те Которые Создавали Этот Законопроект Они Не Понимают Того Что Чтобы Реально Этот Газовый Рынок Заработал Просто Распилить Латвии Из Газа Это Будет Недостаточно Это Даже Не Половина Вообще Сего Пути Потому Что После Того Как Будут Созданы Эти Место Одного Монополия Будут Созданы Две Монополии Они Чтобы Могли Предоставлять Свои Услуги Во-первых Им Надо Будет Заново Сертифицироваться Получить Лицензии А Это Довольно Сложный Процесс Потому Что Этот Процесс Он Очень Ответственен И Вследствие Этого Процесса Регулятор Должен Получить Обоснование И Уверенность Что Эти Новые Монополии Которые Будут Созданы Они Отвечают И Способны Выполнить Все Требования Газового Ринка То Что Нам От них Надо Будет Мы Ожидаем Потом Когда Это Сертифицирование Будет Пройдено И Регулятор Даст Добро Скажет Да Ребята Вы Можете Работать На нашем Ринке Вы Способны Все Делать Следующий Шаг Чтобы Они Могли Работать Они Должны Будет Получить Тариф Потому Что Было Нелогично И невозможно Чтобы Они Могли Работать С Тарифом Который Был Определен Для Другого Коммерсанта Потому Что Эти Два Будут Уже Новые Уже Другие Коммерсанты Не Факт Что Тариф Будет Дешевле Чем Сейчас Мы Подходим К Самому Интересному Но Подходим К тому Что Показывает Некомпетенцию И Может быть Даже Сознательную Неправильную Информацию Которую Своей Страны Дает Министерство Экономики Говорить Что Процесс Либеризации Никаких Дополнительных Разотрат Для Потребителя Не Будет Это Абсолютно Неверное Утверждение И Я бы Сказал Совсем Некомпетентно Это Показывает Что Или Те Которые Ответственны Сейчас За этот Процесс Либеризации Вообще Не Понимают Какие Последствия Что Они Там Делают Или Сознательно Я Извиняюсь Врут Обществу Потребителю Я Сейчас Это Докожу Очень Элементарно И Наглядно Как Это Будет Выглядеть То Ну Очень Просто Значит Мы Дошли До Той Стадии Когда По Предложению То есть По Предложению Министерства Экономики Будут Созданы Два Монополия Эти Два Монополия Будут Сертифицированы Лицензированы И Вот Они Дальше Чтобы Они Могли Работать Надо Будет Им Определить Их Новый Тариф Как Определяется Тариф Очень Просто Значит Там Есть Несколько Позиций Которые Ну Сразу Видно Что Они Значительно Вырастут Я Уже Не Говорю О Самом Том Процессе Что Вообще Системы Сами По Себе Уже Будет Дорогие Дополнительно Если Вам Надо Будет Иметь Две Структуры Менеджмента Хорошо Оплачиваемые Потом Две Структуры Управления То И Системы Системы Измерения Потому Что Сейчас Мы Что Сделали Мы Одну Единую Систему Сетей Распилили Напополам Между Это Два Разные Коммерсанты Значит Между Ними Тоже Надо Будет Сделать Специальную Систему Учета Чтобы Они Могли Между Собой Рассчитываться Понимать Как Как Идет Газовые Потоки Это Все Надо Будет Опять Ставить Специальные Системы Которые Будут За Этим Следить Дальше Но Это Все Мелочь О чем Мы Говорим Когда Мы Будем Определять Тариф Новый Тариф Будет Определяться На Реально Те Издержки На Те Условия Которые В Которых Реально Будет Находиться Эти Два Коммерсанта И То Такая Такая Ну Простая Вещь Которые Должны Были Знать Те Которые Безответственно Утверждают Что Тариф Как Определяется Вы Берете Затраты И Делить Ну Так Грубо И Просто Говоря Вы Берете Все Затраты Обоснованные Которые Обоснованы Для Предоступления Этой Услуги И Делить Это На Объем Потребления Газа И Получаете Тариф То есть Единицу Единицу Объема Денег Который Вы Платите За каждую Единицу Газа Который Потребляйте И Вот То Что Сейчас Есть На Данном Случае Тариф Который Сейчас Действует Он Был Определен Мне Кажется Я Сам Утверждал 2008 Году И Тогда Были Это Очень Давно Было Уже То Действительно Чтобы Опять Здесь Не Было Непонимания Газовый Ту Цену За Газ Которую Мы Платим Она Ее Составляет Грубо говоря Две Основные Части Это Плата За Инфраструктуру И Плата За Сам Газ Сам Газ Цена Газа Она Все Время Варьирует Потому Что Она Подвешена К Цене На Нефть И Там Есть Определенная Формула По которой Цена На Газ Она Все Время Меняется А Тариф Инфраструктуры Он Был Определен 2008 Году И Он Был Определен Исходя Из Того Что Все Затраты Инфраструктуры Делятся На Те Объемы Потребления Которые Были 2008 Году А Это Было 1,7 Миллиардов Сейчас У нас Примерно 1,2 1,3 Что-то Так Это Значит На 30 Процентов Системные Расходы Тоже Вырастут Только Из-за Этой Одной Позиции На 30 Процентов Дальше За Это Время С 2008 Года Инфраструктура Содержалась Там Деланы Инвестиции В Десятках Миллионов Которые Тоже Не Учтены В Тарифе Значит Когда Будет Определяется Новый Тариф Это Все Будет Учтено Значит Еще Это Дополнительные Позиции Которые Ну Повлияет На На Окончательный Тариф И так Мы можем Продолжать Что Показывает Наглядно Что На самом Деле Изменения В тарифе Будут И будут Ощущимы Тем не менее Чтобы Было Понятно Нашим Радиослушателям А если Вообще Ну Может Это Не Самое Подходящее Слово Но Тем не менее Какие-то Гарантии Что После Того Как Произойдет Так Называем Либерализация Рынка Газа Такие Гарантии Или К примеру Условно говоря Будет Три Предприятия Но Все равно Они Будут Покупать Газ У одного Поставщика К примеру У России Просто Он будет Дороже Поскольку Будет Три Фирмы Вместо Одной Ну Реальная Ситуация Какова Сначала Я пишу Какая Реальная Ситуация А потом Мы можем Свои Предположения Высказать Насчет Того Что Что Дальше Будет После Либерализации Рынка Значит На данный Момент То Что Мы Видим Что В Литве Есть Газовый Терминал Литовцы Его Реально Сделали И там Возможны Поставки Газа В том Числе И В Латвию Там Объемы Конечно Не такие Сейчас Большие Но Все равно Они Могут Быть В ближайшем Будущем Достаточно Достаточно Существенные То Там Альтернатива Есть Параллельно Сейчас Идет Успешно Переговоры Насчет Создания Межсоединения Литвы С Польшей То есть Это тоже Дает Уже Так Называемый Гиппл Газ Интерконнекшен Полан Литва То есть Это тоже Нам дает Возможности Что Могут Быть Поставки Газа И Не только По нашему Традициональному Маршруту Но Что Здесь Важно Отметить Если Мы Смотрим На Межсоединение Литва Польша То там Тоже Посмотрим То В основном Тегас Откуда Идет В Польшу Тоже С той же Самой Россией Только Больше По другой Петле С другой С другой Стороны Мы знаем Что Гданьске Будет Строиться Газовый Терминал То есть Там Будут Тоже Возможность Диверсификации Поставки Газа Весь Вопрос Сможем Ли мы Получить Газ Дешевле Чем Сейчас Нам Поставляет Россия И тут Начинать Очень Много Спекуляций Которые Важно Понять И То Что Сейчас Нам Говорят Либерализатор Они говорят Вот Видите Либерализируем Рынок Будем Получать У нас Будет Возможность Получать Газ Дешевле Да Действительно У нас Будет Такая Возможность Получать Если Кто То Будет Поставлять Дешевле И На данный Момент Какие Аргументации Ведется Что Вот Посмотрите На Тоже Якобы Газ Литве Ниже Да Действительно Он Сейчас Немножко Ниже Но Это Опять Некомпетентные Спекуляции Или Люди Сознательно Манипулируют Фактами Сам Их Не Понимая Во-первых Начнем Значит Само Это Утверждение Что Мол Литовцы Построили Терминал И Цена На газ У них Упала На 20% Сразу На самом Деле Все Там Было Немножко По-другому Цена На газ У литовцев Упала До того Когда они Построили Вообще Получили Первые Поставки На газ До того Когда они Вообще Построили Терминал И Упала Она Потому что Я не думаю Потому что Это Они построили Терминал Как это Наглядно Видно Из реальной Ситуации А потому что У Газпрома Есть Судопроизводство С Европой О неравных Поставок Неравных Условиях Поставки На газ Европейским Странам И как мы знаем Литовцы В свое время Лишились Этой Скидки 20% А в свое время А в свою очередь Латвия Которая ввела Более прагматический Диалог С своим Газовым Газовым Поставщиком Такие условия Не лишились Так что На самом деле Мы можем сказать Что цена На газ Литве Упала Не из-за Терминала Не из-за того Что они Построили Терминал А из-за того Что Латвия Его не построила И просто И вследствие Чего У нас Эти скидки На газ Это одна вещь Сейчас другая вещь То что у Литвы Сейчас немножко Ниже Немножко Ниже Цена На газ Это опять Тут нет Никакого Я не вижу Никакой Корреляции С тем что у них Есть газовый Терминал Я знаю Другую корреляцию Я знаю То что У нас просто Есть немножко Разные формулы Как мы определяем Окончательную цену На газ Для потребителей В Латвии Это мы берем Среднюю Средней Девятимесячной Катации Цену на нефть А в Литве Берется Шесть месяцев Чтобы было понятно Это для слушателей Если мы смотрим В долгосрочном периоде То нет Никакой разницы Разница Ну в конце концов Сколько мы заплатили За газ Разница только В вариации Быстроты Вариации Цены на газ Так как у нас Девять месяцев То у нас Цена на газ Медленнее поднимается Но и медленнее падает У литовцев Шесть месяцев Потому у них Быстрее падает И быстрее поднимается Вот и вся загадка И все Цена на нефть упала У литовцев Немножко быстрее Упала цена на газ Вот посмотрите Вот сравним Давайте сравним Цену на газ В следующем году В начале следующего года Мы так обязательно сделаем Сейчас прервемся Буквально пару минут Новости И реклама Игорь Заринч На студии Депутат Сейма Оставайтесь с нами Добрый день Уважаемые Депутат Игорь Заринч У нас В студии И мы Говорим О либерализации Рынка газа Ну хорошо Понятно что Если будет реальная конкуренция Тогда будет Мы уже сейчас Обсудили Что происходит На самом деле В Литве А вот Такой вопрос Который возникает У наших радиослушателей Тоже Напомню Кстати телефон Прямого эфира 612-939 И видеочат Также работает Вот такой вопрос Кому достанется В результате Инчукавенское газохранилище И это вообще Собственность государства Или это собственность В ответ с газа Я так понимаю Что по этому поводу Тоже еще спор большой Предстоит Там я думаю Будут еще Большие споры И долгие Стопоры И в конце концов Могут получиться Такой результат Который Ну Те которые Сейчас Выступают Там Ярыми речами Будут ходить Под сжатыми хвостами И вообще Не будут показываться На публике Но я очень Надеюсь Что до этого Не дойдет Дело в чем Что действительно Это Сначала Может Разделим Один вопрос Это насчет того Кому же достанется Инчуканц Это очень интересно Если вы посмотрите Законопроект То К сожалению К сожалению Я как человек Который ознакомился С ними Что-то в общем-то Понимаю В энергетике То я не увидел Из этого законопроекта Вот эту модель Либеризации Рынка Газового рынка Его там нет Но то что там есть Там есть одна часть Довольно Детально Описанная Это как будет Распиливаться Латвия из газа И кому Кто же сможет Владеть Инчуканцем И кто не сможет И там очень интересно Сделано И тут Прослеживается Такая схема Аналогичная Как было с банком Цитаделла То есть Берется какой-то Там тоже Брался банк И он разделился На хороший банк На две части Хороший банк Плохой банк Здесь мы условно Видим то же самое Берется Латвия из газа И распределяется Есть одна Стратегическая Стратегически Ценная часть И потом Есть отсекается Другая Которая Никого не интересует То есть Та часть Которая важна Только для Латвийского Потребителя Она отсекается Потом дальше Для этой части Так же Как для той части Которая более Ценно Делается Так же Как с банком Цитаделла Особенная Схема продажи Если С ситуацией С банком Цитаделла Это было Государственное Имущество И там Правительство Могло Своими решениями Тайнами Каким-то Все решить Как она будет Его продавать То здесь Это предлежит Частным инвесторам И решением Правительства В любом случае Так далеко Мы еще не зашли Своей демократии Да то есть Нельзя отнять У частного Частного Частную Собственность И тогда Это делается Законом Закон Он определяет Особенную Процедуру Продажи Которая Должна Произвестись В нереально Короткие Сроки И определяется Круг Тех Покупателей Которые Могут Купить Быть бы Интересна Эта Инфраструктура По Этому Законопроекту Не имеет Права Его купить А кто Имеет Купить Так же Как и у Цитаделла Появляется Финансовый Инвестор Его Или его Сосозданная Компания Которая Сможет Купить Эту Инфраструктуру И тут Лично Мне Не жалко Что будет Кто-то Который Сможет Купить Такой Объект То что Меня волнует Что А как же Дальше Он будет Сдержаться Если Покупатель Будет Компания Которая В первую Очередь Интересно Сколько Денег Она Сможет Получить Сколько Вы Даете Эту Коровку А не О том У нее Не будет Компетенции Понимания Как же Стратегические Развивать Это Вообще Как Это Содержать Все То Не Создаст Для Латвийского Потребителя В долгосрочном Каком-то Сроке Если Мы Смотрим Серьезные Риски Риски Того Что Эта Инфраструктура Не будет Содержаться Соответственно Чтобы Долгосрочно Она Служила Она Будет Содержаться Только Так Чтобы Более Эффективно Больше Денег От нее Получить То 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 Риски Инвестиций Необходимых И так Далее И С другой Стороны Насколько Эффективно Она Будет Эксплуатироваться И В конце Концов Насколько Эффективно Тогда Будет Работать Газовый Рынок Латвии И Вопрос Тогда Зачем Нам Надо Такие Риски Ради Чего Это Все Делается Такой Вопрос Тоже Был Задан Министерство Экономики И Как И Предыдущие Вопрос На нем Ответа Нет Не Смогли Ответить Да А вот Как вам Кажется Нет ли За этим Мы Понимаем Что Есть Требования Брюсселя Провести Либерализацию Рынка Газа Но Нет Такого Ощущения Что В свете Всех Геополитических Событий Которые Мы знаем Происходят Что Мы И Дело Просто С банальным Переделом Энергетического Рынка Европы То Хотят Условно Подвинуть Газпром Ну К примеру Поделить Распилить И Разыграть Эту карту Да Но Это Никто И не скрывает Действительно Это И происходит И в нашем Случа Ну Ради бога Перераспределяйте Но Перераспределяйте Это так Чтобы Это Было Выгодно Латвийскому Потребителю То есть Если В данном Случа И это Если Мы Посмотрим То есть Что Сейчас Идет Идет Такая Опять Малды Введение В заблуждение Общества Что Мол Это Надо Сделать Потому Что От Этого Это От Нас Требует Брюссель И Что Это Будет Нам Выгодней Оба Эти Утверждения Они Не Используются Недобросовестно То есть Если Действительно Вот Действительно Брюссель От Нас Требует Леберизации Рынка Действительно Эта Леберизация Рынка Может быть Во благо Латвийскому Потребителю Но Так Как Это Делается То есть Брюссель Дает Разные Возможности Как Это Делать Ее Смысл То Что Я Говорил Что Распределение Латвии Из Газа На самом Деле Если Мы Хотим Действительно Эффективно Его Переделить То Надо Было Делить Не Так Как Сейчас Наполам Инфраструктуру Отделить Всю Инфраструктуру От Торговли Вот Это Было 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 Быстро То Что Своей Стороны Предлагает Сейчас Министерство Экономики Она Предлагает Очень Сложное Дорогое Решение Которое Еще Юридически Может Быть Обспорено И В конце Концов Может Получиться Так Что Мы Очень Долго Будем Копошиться И Никакой Либеризации Не Будет Просто Будут Дорогие Судопроизводства В конце Концов Очень Дорогая Модель За Которую Заплатим Дополнительные Миллионы Просто Для Того Чтобы Кто-то Мог Купить Вот Эту Стратегическую Часть Для Себя Выгодно Конечно На данный Момент Получается Все Так И Министерство Экономики Не Может Дать Другое Обоснование Все Этой Схемы Которой Она Разработала Я Хочу Сказ Что У Нас Не Так Много Времени Может быть Еще Один Звонок Успеем Принять Поскольку Нашему гостю Как раз Нужно Сорвался Звонок Вторая Попытка Поскольку Нашему гостю Буквально Через Несколько Минут Надо Бежать В семь Как раз На дискуссию С министром Экономики Наконец-то Она Согласилась Добрый день Слушаем вас Добрый вечер Я хотел бы Обратить Внимание Что Единственный Я не слышу Ничего Я хотел сказать Что Единственный Успешный Пример Конкуренции Да Единственный Успешный Пример Мобильные Операторы Грамотной Конкуренции Я имею ввиду То есть Но И Теледва И ЛМТ И БИТ Им владеют Своей собственной Инфраструктурой И передачей Сигнала То есть Вышки ЛМТ Это вышки ЛМТ Теледва И БИТ Построили Свои собственные Вышки И по ним Продают Услугу Поэтому У нас Дешевели Переговоры И сейчас Они стоят Три копейки По сравнению С десятью Годами ранее И вот здесь По поводу Либерализации Газового Или рынка Или электроэнергии Коррупционная Составляющая Лежит на поверхности По той простой Причине Что за Принятием Решением О разделении И либерализации Рынка И того и другого И электроэнергии Газа Нет Дальнейшей Проработки Документальной Законодательной Об отчуждении Земель Для прокладки Дополнительных Газопроводов Или линий Электропередач А компенсации Владельцам Земель Которые могут Потребоваться Для распределения И входа Игрока реального На газовый Или электрический Рынок Чтобы его На самом деле Произошла Реберализация Этого ничего Нет Об этом Даже никто Не говорит И вот это Отсутствие Вот этих разговоров О том Что если кто-то Захочет Проложить Свои собственные Газотранспортные Сети Или Электрические Сети В конкуренцию С АТО Диколс Вот Энерго Что нет Даже законодательных Документов Как это делать Об этом Никто даже Не говорит Спасибо большое Вот такое мнение Как бы вы Ивах Покументировали Тут немножко Ситуация Немножко Другая Если мы Сравниваем Рынок Мобильные Связи И рынок Энергетики Принципиально Разница В чем В том Что Чтобы создать Необходимую Инфраструктуру Для Для бизнеса В мобильной Сети Нужны Намного Меньше Капиталовложений По сравнительно С этим бизнесом Если мы Это сравнимаем С энергетическим Бизнесом Именно Поэтому И делается Вот это Переразделение Нынешнего Монополия Чтобы Чтобы Дать возможность Всем На равных Условиях Пользоваться Вот этой Инфраструктурой Чтобы новые Газовые трубы Новые провода Не надо было Создавать Чтобы все Могли пользоваться Одними теми Трубами Речь идет о том Насколько это Правильно и эффективно Сделать К сожалению То что мы На данный момент Визем То это Предложение Это не самое Успешное Не самое Эффективное И очень дорогое И обоснование Почему именно Вот такое Такое решение Предлагает Министерство Экономики Она отдать Не может Просто Ну Прикрывается Такими ярыми Речами О том Что необходимо Делать Конец Комонополию Освобождение От российского Газа И так далее А реальных Аргументов Подсчетов Фактов Нет Такой последний Вопрос Ну в свое время Еще до Либерализации Рынка газа Были разные Спекуляции Что вот Норвегия Найверский Газ Вот Или это очень долго Абик О чем идет речь Я и говорю Ребята Если у нас есть Если вот у нас Есть альтернативные Давайте сделаем Тогда этот рынок Пожалуйста Поставляйте Вот любой Кто хочет Поставлять Нам газ Будем покупать Если это дешевле Поэтому нам и стоит Закончить Этой либерализации Благо Благо Что нам не надо Строить свой терминал И так далее Литовцы уже построили Отлично Просто То что нам Надо сделать Правильно Сейчас Закончит Это все И если действительно Кто-то готов Нам поставить Дешевле Газ Отлично Покупаем Его Очень просто Ну да Самое главное В конце концов Чтобы цена была нормальная Да Если она не будет нормальной Значит ну не будет Мы не будем тогда В проигрыше Главное Чтобы вот Весь этот сыр Бор Который сейчас Делается Вокруг этого Чтобы не слишком Дорого нам стоил Ну что ж Я пожелаю вам удачи Буквально через Восемь минут Вы уже всеми будете Встречаться с Министром экономики Даня Раисовова Которая все-таки Нашла время Наконец Пообщаться с Оппозиционными депутатами Я так понимаю Что вы довольно Жесткие вопросы Ей подготовили Мы подготовили Но как я понимаю На них Ответы сейчас Опять не получим Это чисто Большая формальность С их стороны Чтобы им поставить галочки Что были Отметились Ну что ж Тем не менее Подождем Вы потом нас Поинформируете Чем дело закончилось Обязательно Большое спасибо